Немного другие заговоры касательно вот всех этих, либо просто из каких-то своих собственных побуждений, но в целом жалуются какой-то неймовый нормальный проект, который все уже знают, который все уже понимают, что это такое. Замечательные вообще люди в целом. Непонятно, но видимо кому-то это все-таки надо, раз вот их всех дудосят. Либеральные здания, возможно какие-то, я не знаю, оппозиционные. Но лайфсамп это разумеется немного не оппозиционное движение, это немного самповское движение, конъюнктурное движение, вот это вот все вообще дураки полные. Поэтому теперь вы можете узнать, что это точно не реклама, не скрытая реклама, не продакт-плейсмент, не войс какая-то интеграция, не вот все-все прочее. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Сегодня мы с вами обсудим всемирные заговоры в самповской сфере. Не то чтобы Ютуба, а вообще в самповской сфере серверов, или там в КРМПшной сфере серверов, или в еще какой-то сфере серверов. И вообще вот эти вот все заговоры, масоны, иллюминаты. Но предугадывая то, что вы могли уже подумать, надумать и возможно даже написать в комментарии, нет. Тут мы не будем затрагивать опять-таки Карлика Вара Митина, потому что про него я уже сказал максимальное количество информации, которую вот только можно было сказать. Да и в целом, то есть, ну Митин, ну что Митин, он там снимает свои эти, знаете, админ будни, проверил компьютер читера, подкупил там, я не знаю, ютубера, админа за 500 рублей. Он продал свою админку, лидерку. Все это дико интересно, дико круто, дико нормально, но мне это, ну не интересно абсолютно. Поэтому сегодня мы с вами обсудим немного другие заговоры касательно вот всех этих серверов, вот всего этого открытия новых, возможно, каких-то серверов, возможно, открытия старых серверов, ГРМП серверов, всего прочего и многое-многое другое. А не так давно, как вы, наверное, можете знать, LiveSamp, вообще вот это вот все желтушное издание, оно постоянно размещает рекламу. Но, разумеется, на рекламе сейчас живут абсолютно, наверное, все самповские издания, да и не только самповские, газетные, печатные, интернет, возможно, какие-то вот эти вот все либеральные издания, возможно, какие-то, я не знаю, оппозиционные. Но LiveSamp это, разумеется, немного не оппозиционное движение, это немного самповское движение, конъюнктурное движение, вот это вот все газетное. И там вообще постоянно выходит реклама каких-то определенных серверов, и потом они там выкладывают какие-то определенные там новости, говоря, мол, то, что тот сервер дудосят у нас, вот этот сервер дудосят, они у нас заказывали рекламу, поэтому мы еще их отметим. То есть, мне недавно рассказали, как вообще можно узнать, что вот эта вот вся запись, она рекламная. Если LiveSamp тегает вот этот вот самый сервер, вот этот вот весь проект, и до этого он об этом самом проекте ничего не писал, ну или были какие-то рекламные посты, то, разумеется, вот все последующие, где они будут тегать этот проект, он как бы, ну, вот все это, оно рекламное, как вы можете понять, и за все это либо заплатили, либо просто из каких-то своих собственных побуждений, но в целом просто так они тегать вот все эти проекты не будут. И вот, отмечают они какой-то новый проект, ранее, до этого никому не знакомый, вообще абсолютно точно непонятный, КРМП проекта, Smart Roleplay, мне тут придется назвать его название, потому что, ну, оно тут фигурирует, и типа, ну, пусть это будет какая-то такая, знаете, даже бесплатная реклама, хотя нет, рекламу я бесплатную им не дам, поэтому хочу сказать, что Smart Roleplay проект говно, вот полное вообще для дебилов, если вы там играете, то вы вообще дурак, а основатели, они как бы, ну, вообще дураки полные, поэтому теперь вы можете узнать, что это точно не реклама, не скрытая реклама, не product placement, не voice какая-то, интеграция, не вот все-все прочее, и понимаете, в чем дело, 8 августа этот самый Smart Roleplay запустился онлайн, достиг что-то около 700 человек, и как лично мне кажется, для КРМП проекта, ну, это нормально, вообще повезло, что в КРМП вот в 2020 году кто-то вообще играет, повезло, что там хотя бы больше 10 человек зашло, а тут аж целых 700, поэтому, ну, нормально, но потом проект накрыло волной Дудос, вот прям лайф сам, он так и пишет, что проект накрыло волной Дудоса, причем с нескольких источников, как думаете, кто не хочет запуска нового КРМП проекта, тут как бы, ну, это вообще, я подумал, блять, вот это вот Smart Roleplay, чё это вообще такое, откуда это, блять, кто это, кто эту хуйню, блять, вообще придумал, вы, вы сука, вы о чём вообще, блять, пиздец, Smart Roleplay, блять, да вы, да пиздец, я вообще первый раз о нём слышу, а тут, оказывается, уже появились какие-то Неприятели какие-то, блять, дудосеры, которые не хотят запуска этого проекта, блять, да о чём вы нахуй, что, блять, ребят, всё с вами нормально, нет, это ж вообще, это пиздец же, блять, вы, блять, Smart Roleplay, что это вообще такое, кто это вообще, что, блять, зачем, для чего, непонятно, но вот вы знаете, они сразу уже начали И жаловаться на дудос, заметьте, что, вот, как только проекты какие-то новые открываются, там, чё-то они делают, более-менее все постоянно жалуются на дудосы Я могу понять, когда жалуется какой-то неймовый, нормальный проект, который все уже знают, который все уже понимают, что это такое И понятно, что их дудосить какой-то резон есть, потому что, ну, типа, они там запустятся как-то похуже Игроки, возможно, там, знаете, потеряют какую-то лояльность, типа, к этому, ко всему проекту, доверие, возможно, потеряют И такие скажут, типа, ой, да, блядь, да это полная хуйня Но тут-то, блядь, проект, который до этого никто не знал И его тут начали дудосить И даже Климент, вот это вот, знаете, Токсик, все я сам по, как его там уже обозначили Там Токсик всего лайф сам по и вот все такое То есть он прям молодец Вот я лично Токсиков уважаю Они говорят вот постоянно по делу И как лично мне кажется, чуваки, которые постоянно как-то токсичат Вот это вот все делают, они более склонны говорить какую-то правду И вот то, что у них именно в голове есть, вот то они и говорят И вот поэтому они, ну, замечательные вообще люди в целом Как лично мне, опять же, кажется И тут Климент вот тоже самое пишет Говорит, что, мол, чуваки, блядь, да кто у вас вообще будет дудосить-то? Вы чё, блядь? Кому вы нахуй нужны? Пиздец, вы, блядь, на хостинг нормальный переедете Вы, блядь, как-то, я не знаю, сервак получше оптимизируете Вы, блядь, хоть чё-то получше сделаете Потому что это же вообще пиздец И не мудрено, что раньше они, возможно, да, тестировали там А на сервак заходило 5 человек, 10, 15, может быть, всё было нормально Но тут-то, блядь, зашло 700 человек И разумеется, что, типа, сервак, вообще, мод И вот всё-всё это КРМПшное Оно могло не выдержать Но это более-менее как-то понятно Но почему-то до этих чуваков это не доходит Почему? Опять-таки для меня всё это остаётся секретом, тайной И вообще непонятно чем И тут можно поверить только в заговоры Что вот все новые проекты их вот как-то дудосят Хотят, я не знаю, там, чтобы они запустили Чтобы всё у них было плохо Кому это, опять же, надо, непонятно Но, видимо, кому-то это всё-таки надо Раз вот их всех дудосят Либо чуваки, которые откроют все эти проекты Все эти сервера Они как бы, ну, нихуя не понимают в том Как всё это должно работать Всё это должно выглядеть И поэтому вот у них постоянно такая хуйня Что кто-то их дудосят Кто-то вот буквально, знаете, жить не может Ему надо куда-то деньги потратить Вот просто на дудос вот этих вот всех начинающих проектов Ну, наверное, как-то так это работает Я просто, я уже даже не знаю Как вообще всё это по-другому можно описать Но, в целом, вы можете высказать своё мнение По поводу всего этого заговора в комментариях Разумеется, они всегда открыты Вы можете подписаться на канал Вы можете отписаться от канала Давайте там уже добьём мне 10 тысяч подписчиков Осталось, ну, не так уж и много Поэтому подписывайтесь Вот, делайте все прочие вещи И вообще, чтобы всё у вас было замечательно Круто и классно А я вот снимал геймплей На проекте Arizona ReliPlay В сервере Phoenix Заходите туда Ознакомливайтесь со всей информацией Вводите мой никнейм DanteConnor Вводите мой промокод Но у Toxic 54 И вообще, всё у вас будет круто И вы будете классными людьми по жизни Там же в описании, кстати, есть ссылочка На мой телеграм-канал А я хочу вам сказать только одно То, что мы увидимся тут же Завтра в 20.00 Поэтому, вот, как-то так Всё это и произойдёт А всё, спасибо за просмотр Хотя, ну, типа, за что спасибо Ну, не важно Не прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok